здравствуйте дорогие друзья зовут меня себастьян перейро торговец черным деревом меру александр я хочу вам немного показать и рассказать запакрафт от фирмы тайм-триал и собственно говоря об этом наше видео будет мое знакомство продукции фирмы тайм-триал началось вот с этого прекрасного пакрафта спутник 1d поскольку он оборудованной декой я первый раз в жизни в интернете прочитал про какую-то чудо лодку который называется пакрафт это меня очень сильно заинтересовало заинтриговала я прошелся по всяким веб-страницам и остановил свой выбор на продукции фирмы тайм-триал лодка заслуженная на ней прошел очень много километров до сих пор жива и здорово чего и всем желает имеет свое имя борщ алкотрагер так она называется потому что красная всем она меня устраивало но были некоторые недочеты недочеты заключались в том что когда я ехал по заливу когда в карпите приходит сидеть по 12 часов и махать веслами я дико уставали ноги затекали потому что длина как пита не позволяет их вытянуть нормально и расслабить это такой вот недостаточек этой лодки но повторяюсь я знал на что шел лодка это для людей которые не любят себя отягощать излишним весом походе поэтому рюкзак и лодка наши все и поэтому было принято решение о приобретении следующего плавсредства поскольку я считаю себя легкоходом хотя бы начинающим ставка была сделана модель спутник один у да еще и light короче дело в том что он изготовлен баллон изготовлен у него из модной ткани продвинутый тпу называется термопласт полиуретана что-то в этом роде короче на основе какой-то хитрый лодка получил недавно спасибо очень ребятам станет реал за то что по пошевелить поторопились все сделали в срок и собственно говоря это ее первый выход на воду был уже идет третий день нашего похода по реке анграпа сплав майский традиционный я на нем андрей на борще идет и была возможность сравнить эти две лодки ну начну с того что ребята по моей просьбе приклеили сзади четыре точечки четыре мягкие петли через которые я пропускаю тросик веревочку она иногда бывает нужна если честно то и появилось желание приклеить еще вот здесь по одной с каждого борта так будет лучше как мне кажется лодка легкая простая полный комплект и и сложенном видео весит 5 килограмм то есть свеслами со всеми делами короче сидушка можем сравнить сидушка конструкция несколько изменилось во первых здесь клапан торчит вот тут и я могу немножко его ручкой открутил сделать сидушку помягче когда задница закаменеет от долгого сиденья очень удачное решение у старого покраска сидушка подкова образная и клапан находится вот здесь когда он сюда забивается до него долезть практически невозможно особенно если плотно упакован вот такая вот разница разница еще в клапане лепестковом здесь клапан помощнее и мешок насос на него накручивается с помощью резьбы здесь клапан сделан вообще другой конструкции и в нем есть такая классная особенность если у пальчиками внутри пропихнуть сам лепесток он остается там в таком положении что позволяет очень быстро сдуть лодку вот такая вот удобная опция что еще могу сказать теперь с ногами проблем нет я заказал этот вариант без деки потому что для комфортного сплава условиях отсутствия бурноводинга она в принципе не нужно но что я могу сказать лодка пиво себя прекрасно довольно ходкая она меньше вихряется на воде по сравнению с короткой лодочкой у нее лучше число фруда то есть отношение длины к ширине вот я не сказал бы что она больше скорость дает но грести гораздо легче небольшое движение веслом делает то же самое что два грибка веслом на красной лодке как-то мне показалось что это гораздо гораздо эффективнее длинная лодка вот она примерно на полметра длинней вот куча вещей вот это вся куча вещей она в этой лодке помещается с легкостью вот я не испытываю никакого стеснения вот все это бросается на красной лодке рюкзак приходится привязывать снаружи естественно брызги от весла все остальное делают его немножко мокреньким но извините так уж устроена это девайс вот в море в заливе очень неудобно потому что рюкзак мокрый насквозь становится тяжелее килограмм на пять переход совершен что еще можем сравнить весло весло вот это от красного бача я сам изготовил из ткани такие вот штуки вот которые имеют немного конической формы сожалению помялись а на новой весле я смотрю уже ребята идут ногу с прогрессом имеются вот такие красивые штучки которые несмотря на свои малые размеры работают очень эффективно и отсекают воду если померить их вместе в принципе размах весла одинаков только лопасть покороче немножко вот а труба подлиннее но никоим образом на эффективность весла это не влияет очень легко и свободно гребется из пожеланий конечно люфт небольшой люфт все-таки присутствует соединениях и весло колбасит но это четырехчленное весло тут уже сделать ничего нельзя я конечно купил себе весло которое стоит примерно как половина вот этой лодки ну что то жаба душит так что как то вот так что еще могу сказать в этой лодке я могу спать то есть положив на одно надувной коврик я могу сюда вместе со спальным мешком и накрыться тентом а я забыл сказать я сделал тент до этой лодки в опциях есть тент уже готовый но честно говоря отсутствие денег не позволило мне это приобрести но я пошел купил кусочек ткани обошелся мне в девятьсот пятьдесят рублей решил себе тент вот так повторяет форму лодки сверху небольшой припуск пришиты лямки к лямкам прикреплены карабинчики тент закрепляется местах которых интересно на носу сделала специальная штука которая обнимает нос и вот так вот вот леер все это дело запихивается и все это красиво прекрасно гармонирует процессе появления дождя мы можем накрыть лодку которая убережет наши вещи тент от промокания за мной ноги если такая будет необходима припуск примерно 15 сантиметров после лямочек если еще сделать вот из пластика два упора на леера и небольшую дугу то это будет почти готовая палатка то есть мне не нужна палатка в путешествие я обязательно реализую эту возможность кроме того на большой воде данный тент в наличии некоторой сноровки можно использовать как парус при попутном ветре это я вам гарантирую тент накрывает всю лодку абсолютно вот он сделан так здесь мы его можем прикрепить здесь можно чуть-чуть я тороплюсь конечно вот такая вот конструкция рекомендую кому жалко денег на тент от тайм-триала пожалуйста пользуйтесь идеи не проблема сегодня дождя вроде не обещается но я его все-таки надену с вещами никаких проблем все помещается в носу что еще могу сказать прекрасная работа ребята вот до лодки от тайм-триала не дешевые но я выбираю качество сделав сравнение я пришел к выводу что коней на переправе не меняют работаем дальше как говорится вот от лодки только позитивные впечатления никаких нареканий нет да немножко покорябал вчера дно но виноват я сам вот вылетел на камни а так вообще все отлично эта лодка начала свою карьеру с того что первым делом в октябре месяце я на ней пропорол днище от острый металлический заточенной коррозией какой-то элемент старого немецкого моста на реке птица с этого все началось вот ну и могу вам показать вот 17 года вот так вот выглядит но вот это вот та самая пробоина на реке пирса все остальное спереди заклеена небольшая пробоина которая получена была при высадке на берег залива вот об острые камешки все остальное это не пробоина это большие царапины там где уже видна основа ниточки я их на всякий случай тоже проклеил баллон проткнулся только один раз совершенно непонятном месте вот ладка стоит вот и это прокол игольчатый видимо это случилось когда я лодку на берегу в спешке собирал в потемках баллон блин выше всех похвал держит чудно единственное что это лодочка даже несмотря на свои более скромные размеры сделаны из пвх она немножко потяжелее чем 2 а это для меня важно то есть пока что обе лодки на службе это для бурноводинга для спорта для морского путешествия до залива эта лодка для спокойного комфортного сплава по рекам там где особой бурной воды не предвидится и где можно вытянуть ноги вот такой вот выбор честно говоря о приобретении не пожалел ни разу спасибо ребята мы ставим триала за качественную полную работу пока пока